Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. В Самарской области открылся крупнейший молодежный форум Иволга. Представить свои инновационные проекты приехали более двух тысяч участников со всей России. Есть и иностранные гости. На открытии крупнейшего молодежного форума побывала наша съемочная группа. В старт Иволги-2015 дан. Проекты готовы. Участники полны креативных идей. На победу надеется каждый. Хочу реализовать свой проект и, собственно, с этой целью, ну и познакомиться с замечательными людьми, интересными. В этом году в форуме принимают участие более двух тысяч молодых людей со всего Приволжского федерального округа. Проекты участников оценят профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие получат финансовую поддержку. Грантовый фонд разделен на две части. Грантовый фонд на общие проекты – это 11 миллионов и плюс еще там дополнительные 3 миллиона рублей. Более 11 миллионов рублей будет направлено на те проекты, которые будут реализованы в рамках федеральной смены, касающейся инноваций в космонавтике и авиавианике. В этом году центральная тема форума «Космос» в программе встречи с экспертами и мастер-классы. Представлять свои проекты участники Иволги будут в течение двух недель. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Подробный репортаж с открытия молодежного форума смотрите в нашей рубрике «Дневник Иволги» сразу после новостного блока. Ежедневный отчет с Мострюковских озер мы будем показывать вплоть до закрытия форума, который состоится 26 июня. Решать проблему здесь и сейчас в Самару прибыл советник президента Александр Бедрицкий. Вместе с главой администрации Самары Олегом Фурсовым он встретился с жителями, которые оставляли заявки в мобильной приемной главы государства. Подробности в нашем сюжете. Благоустроить дворовую территорию, сделать детскую площадку и тротуар на улице Народная. Эти просьбы озвучили жители 30-го дома по улице Белорусская в ходе работы мобильной приемной главы государства. В ней приняли участие советник президента Александр Бедрицкий, региональный министр и глава администрации Самары Олег Фурсов. В связи с тем, что сейчас большие пробки, многие жители нашего района вынуждены ходить пешком. Обочина заезжена машинами, пыль, грязь. Автомобилисты нарушают правила дорожного движения. Дело доходит до потасовок. Бывает, что водители из автомашин выбегают и начинают драться с пешеходами, которые идут по обочине. Также люди рассказали, их не устраивает качество уборки двора. На большую территорию всего два дворника. В итоге летом пыль, зимой сугробы. Глава администрации предложил горожанам объединиться и подать заявку на участие в конкурсе «Двор, в котором мы живем». Кроме того, во дворе увеличат количество мусорных контейнеров и изменят график вывоза отходов. А управляющую компанию ждет проверка. По поводу ПЖРТ мы проведем проверку, почему они отказали принять при дворниках на работу при наличии заснеженности тротуаров. Ну и посмотрим вообще, как они распоряжаются деньгами. Это в наших силах. Потому что бордюры, газоны, они, конечно, вправе ухаживать самостоятельно при поддержке жителей. По мнению Александра Бедрицкого, подобные проблемы должны решаться на местном уровне. И реформа самоуправления, которая проходит сейчас в Самаре, будет этому способствовать. Чтобы муниципальные районы городские стали самостоятельными, имели свой бюджет и, как говорится, ближе были к людям, чтобы они могли за счет этого бюджета решать вопросы более оперативно. Жители другого дома по улице Куйбышева, 109, обратились с просьбой благоустроить территорию после вскрытия асфальта. Через весь двор проходит траншея, которую вырыли, чтобы устранить аварию на инженерных коммуникациях. Оставили его на полгода для воды, для снега, для перепада температур. Это нормально, это ненормально. Асфальт в надлежащее состояние организация Мосгорстрой так и не привела, попросив отсрочку для проведения дополнительных работ на сетях. Однако отсрочка затянулась. Олег Фурцев проучил департаменту ЖКХ обязать подрядчика восстановить асфальт и в качестве компенсации благоустроить двор. Давайте, значит, тогда мы обременение дадим в качестве дозеленения территории, как восстановление от стены покраски, поскетбольные кольца установить и привести в порядок вот этот сайт, в качестве компенсации за издержки, которые люди понесли. Сроки для выполнения работы обозначили самые жесткие. До 1 августа. Во дворе должно быть восстановлено асфальтовое покрытие, а также проведено благоустройство двора. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Лариса Шилафаста, Сергей Баскин. События. Самарцы делают свой выбор. На пикетах предварительных народных голосований, организованных партией «Единая Россия» всегда многолюдно. В поселке Красная Глинка жители подошли к выбору ответственно, но и с душой. Все персоны в буклетах знакомы им лично. Влейк не зной в поселке Красная Глинка. Дышится как-то легче. Чувствуется близость к природе. Люди здесь живут в удовольствии, однако выбраться из поселка порой сложновато. На выезде всегда пробки, рассказывает Виталий Куликов, который и живет, и работает здесь. Радеет за будущее поселка, поэтому и стал участником общественного совета микрорайона. Теперь вместе с жителями думает, как благоустраивать микрорайон и решать насущные проблемы. Каждый может прийти и сказать, что конкретно его беспокоит, какие проблемы видит он. Люди говорят о плохих дорогах, люди говорят о тех же проблемах с выездом с поселка. Люди говорят о том, что не организован или очень слабо организован досуг для взрослого населения, что не хватает детских площадок. Общественные советы и жители будут активно взаимодействовать с районными советами депутатов, выборы которых пройдут этой осенью. Партия «Единая Россия» организовала предварительное народное голосование, чтобы каждый житель смог сделать свой выбор, кого бы они хотели видеть в списках кандидатов. Я посмотрел букет, очень красивый. Здесь все знакомые мои лица. Я бы за всех проголосовал. Что-то все равно избранные районные депутаты нам все равно что-то будут делать. Обязательно, потому что они будут отчитываться. Должен каждый человек прийти и сделать свой выбор, показать свой выбор. Таким образом, отстоять свою точку зрения. В Железнодорожном, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах Самары предварительное народное голосование уже завершилось. Сейчас выбор делают Ленинские и Красноглинские районы. По итогам голосования в общей сложности кандидатами в районы и советы депутатов от партии станут 568 человек. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Порядок во дворах и на дорогах. Почти 100 нетрезвых водителей задержано. Более 100 незаконных киосков со спиртным ликвидировано. И на 15% сократилось количество уличных преступлений. Таков итог трехмесячной работы полиции и общественного совета при областном главке. Самых активных помощников правоохранителей поблагодарил главный полицейский региона. Ночной патруль не дремлет. В полночь по улице Белорусской общественники заметили приору, водитель которой вел себя подозрительно. Информацию о нем передали дежурному экипажу ТПС. Уже через несколько минут легковушку остановили. Выяснилось, за рулем находился 30-летний житель Самары, который на момент задержания был лишен водительских прав. От прохождения мета-освидетельствования мужчина отказался. Почти сотню нетрезвых водителей за три месяца помогли задержать участники общественного движения и ночной патруль, куда входят более 600 человек, в том числе и девушки. Я больше 12 лет за рулем, поэтому ситуации было много. Я сама, скажем, лично, ну, не совсем тесно, но сталкивалась и не единожды наблюдала последствия нетрезвых водителей и грубейших нарушений правил дорожного движения. Самых активных помощников полиции отметили благодарственными письмами. В Главном управлении МВД по Самарской области подвели итоги совместной работы полиции и общественного совета. Кроме ночных борцов с пьянством на дороге, в Самаре сформировалось движение борцов против незаконной торговли алкоголем, народный контроль. С их помощью в городе уже ликвидировано более сотни киосков с нелегальным спиртным. И еще одна форма взаимодействия полиции и общественников – патрули добровольной народной дружины. Вы идете домой, вы чувствуете ситуацию, складывающуюся на улице, вы чувствуете ослабление напряженности на наших улицах, вы чувствуете степень определенной безопасности. И это говорит население, это говорит не полиция и не солодовник. Сейчас улицы городов и районов области патрулируют почти 4,5 тысячи дружинников. И только за май количество уличных преступлений сократилось на 15%. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Экономика страны меняется, престиж рабочих профессий растет, а вакансий на промышленных предприятиях становится все больше. Вот только учреждения среднего профобразования оказались не вполне готовы к таким потребностям промышленной сферы. Как увеличить количество молодых сотрудников и выпускать из СУЗов не просто профессионалов, а настоящих мастеров, обсудили члены трехсторонней комиссии по трудовым отношениям в мэрии Самары. Одним из центральных вопросов стало летнее трудоустройство молодежи и профориентация школьников. Порядка двух тысяч самарских подростков лето проведут с пользой. Более 600 молодых людей уже работают. В основном занимаются озеленением и благоустройством города. В лидерах по востребованности – должности помощников-специалиста. Работа в регистратурах медучреждений и библиотеках. Оплачивается труд молодежи вполне достойно. За неполный месяц можно заработать около 6 тысяч рублей. Еще примерно 1300 доплачивает городской центр занятости. Учреждение наше заключает соглашение с работодателями о сотрудничестве по организации временных рабочих мест. И среди них в этом году у нас достаточно большой спектр организаций, это и промышленные предприятия города. Конечно же, в первую очередь трудоустраиваются подростки, которые находятся в трудножизненной ситуации. Однако, по мнению главы городской администрации, этих мер недостаточно. Во-первых, работать летом в Самаре могли бы гораздо больше подростков – около 50 тысяч. Да и трудоустраивают ребят всего на две недели в месяц. Многие ребята остаются предоставлены сами себе. 20 лет назад программа летнего трудоустройства молодежи задумывалась, как способ сократить подростковую уличную преступность. Я думаю, что существенного влияния на преступность подростковую такой период не оказывает. Поэтому нужно думать о том, чтобы период был увеличен. Показывать цифры, как меняется преступность подростковая в городе в результате реализации этих мероприятий. Это тоже очень важно. Потому что мы мероприятия выполняем не ради мероприятия, а ради того, чтобы изменилась ситуация в городе. К тому же, по мнению участников трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, большее внимание следует уделить возрождению студенческих трудовых отрядов, которые могли бы участвовать в стройке объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Другой актуальный вопрос – подготовка квалифицированных кадров для предприятий города. У грамотных молодых рабочих есть шансы быстро найти высокооплачиваемую профессию, как у победителя всероссийского этапа чемпионата WorldSkills Russia. Молодого электрика из Тольятти пригласили на работу в крупную корпорацию. Самарские ребята тоже стали лидерами чемпионата в номинациях «Дизайн одежды» и «Поварское мастерство». Алина Чемерис, Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Участники общественного совета при Самарской городской думе подвели итоги своей работы. За пять лет в областной столице по инициативе общественников активно проводились антинаркотические акции, программы по поддержке молодых талантов и защите прав горожан. О результатах работы и планах на будущее Алина Чемерис. Профилактика социального сиротства, патриотическое воспитание, антинаркотические проекты. В течение пяти лет 45 представителей общественного совета при городской думе разрабатывали порядки, по которым сегодня живет Самара. Приходилось учиться. И взрослым людям очень тяжело учиться, но мы все это освоили. У нас проходили учебы по общественной экспертизе законопроектов. Мы писали законопроекты, писали нормативные правовые акты. Не только законы, но и подзаконные нормативные акты. И эти нормативные акты проходили и экспертизы, и были приняты думой. Планировка территорий исторического центра Самары и 4-го ГПЗ. Строительство нового квартала на месте завода имени Масленникова «Южный город». Важнейшие градостроительные проекты в обязательном порядке прошли общественную экспертизу. Кроме того, по инициативе совета город активно поддерживает одаренных детей и начинающих предпринимателей. А конкурсы бизнес-идей и общественное признание стали для Самары традиционными. По всем злободневным вопросам, которые так или иначе затрагивают наших горожан, мы всегда советовались и проводили тестирование с членами общественного совета. И от их мнения часто зависело, что некоторые решения корректируют. Помимо этого, огромное количество инициатив от членов общественного совета. На последнем торжественном заседании представители общественного совета подвели итоги работы и наградили активных участников. По закону, совет будет расформирован вместе с Городской думой, которая продолжит работу в прежнем составе до осени. 13 сентября определяются депутаты 6-го созыва, а затем и участники нового общественного совета. Алина Чемерис, Дмитрий Мишканцов, События. О развитии муниципального общественного транспорта в Самаре, ремонте дорог, благоустройстве, глава администрации Самары Олег Фурсов рассказал на встрече с почетными гражданами. Общение проходило в неформальной обстановке за чашкой чая. Бесценный опыт и мудрые советы. Как сделать жизнь в Самаре лучше? У этих людей есть свое авторитетное мнение. К нему прислушиваются, его уважают. Их участие в развитии города очень важно, подчеркнул глава администрации Олег Фурсов на встрече с почетными гражданами. В начале беседы глава администрации рассказал о том, что было сделано за последние несколько месяцев. В первую очередь изменения коснулись структуры администрации города. Так, число департаментов уменьшилось с 21 до 14. Экономия бюджетных средств во всех сферах позволяет обновлять спецтехнику и парк общественного транспорта. Во время встречи были озвучены и планы на будущее. Взят курс на то, чтобы технику новую приобретать, и город делать как можно чище. Но пока вижу горизонты, к которым нужно стремиться. На мой взгляд, город все-таки становится чище. Но темпы, которыми эта чистота должна наводиться, должны быть гораздо, конечно, более быстрыми. На встрече почетные граждане высказали ряд инициатив. Например, восстановить аллею почетных граждан на Ленинградской. Олег Фурцев предложение поддержал. Обсудили и патриотическое воспитание детей, в том числе с самого раннего возраста, в дошкольных учреждениях. Глава администрации поручил городскому департаменту образования проработать этот вопрос и рассмотреть возможность создания методического пособия для дошкольных учреждений. Польза таких встреч есть, и она действительно реальна, это безусловно. И то, что сейчас Олег Борисович сказал, что он намерен встречаться с почетными гражданами ежеквартально, и не просто так, как сегодня, когда каждый поднимал проблему, какую хочет. А так, чтобы мы какую-то одну проблему обсудили, но со всех сторон. Марина Кравцова, Павел Баймаков, Павел Просняков. События. Большие дела складываются из маленьких поступков, а состояние окружающей среды зависит от каждого деревца. Дерево Победы на аллее Дружбы народов в микрорайоне Волгарь посадил телеведущий Николай Дроздов. В Самаре он с официальным визитом. Председатель правления международного экологического движения «Живая планета» выступая с докладом перед Самарской губернской думой. Идеи фашизма были развеяны в прах, как сказал главнокомандующий, верховный командующий нашей страны в 45-м году в День Победы. Развеяны в прах. Но прах этот оказался неплохим удобрением для некоторых мерзавцев, которые сейчас снова возрождают фашизм в целом ряде мест в Европе. Дерево Победы на аллее Дружбы народов в микрорайоне Волгарь посадил никто иной, как самый любимый и добрый зоолог России Николай Дроздов. В Самаре он с официальным визитом. Председатель правления международного экологического движения «Живая планета» выступает с докладом перед Самарской губернской думой. Чтобы создать благоприятную экологическую атмосферу в мегаполисе, нужно начать хотя бы с одного дерева, считает Николай Николаевич. Прежде всего мне хочется быть там, где уже есть такие настоящие верные старые друзья, как Владимир Николаевич. А таких регионов у нас в России пока еще по пальцам пересчитать. Мы движемся. Уже были в Ростове-на-Дону, теперь Самара. Даже в Сербии за рубежом открыли региональное международное объединение сербское. Но потому что все-таки верные друзья, кто и сами готовы все подготовить, уже начались проекты, тогда стоит приехать. Круг водоемы, пляж, парки и скверы. В таких условиях должны жить мы сами и наши дети. Новый микрорайон в Куйбышевском районе Самары, Волгарь, претендует на звание «Экограда». Будет парк дружбы, где будет великолепный парк, семейный парк. Здесь, как было уже сказано, недалеко отсюда, где дубовая рожа. Потом 65 гектаров, чуть-чуть подальше, тоже будет зеленое насаждение. И вот с помощью них, там уже посчитано, около 10-15 тысяч деревьев будет посажено. В проекте «Экограда» создание национальной деревни, очистка и охрана акватории, внедрение солнечных батарей и воспитание подрастающего поколения в любви к природе. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Все вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Предприниматель из Самары поставил комиссии банков при выдаче кредитов вне закона. Ему удалось оспорить в арбитражном суде Самарской области действия банка АВБ и взыскать с кредитной организацией 57 тысяч рублей. При выдаче кредита банкам была установлена единовременная комиссия в размере 48 тысяч рублей. Суд счел, что эта комиссия не является дополнительной услугой, создающей для заемщика какое-либо благо или полезный эффект. Ну, вот вам и прецедент, на который можно ссылаться в суде. Может, хоть так удастся несколько остудить горячие банковские головы. Памятник по дешевке. Счетная палата установила, что санаторий по Волжье продал памятник культуры в центре Самары почти в три раза дешевле реальной стоимости. Речь о здании на Молодогвардейской 126, который является собственностью Самарской области. Имущество отчуждено за 18,5 миллионов рублей, то есть по 10 тысяч рублей за квадратный метр. В пользу Самарского общественного регионального фонда поддержки и развития шахматного спорта на основании прямого договора без проведения торгов. Согласно анализу счетной палаты, средняя стоимость квадратного метра аналогичных объектов составляет 30 тысяч рублей, то есть цена проданного здания должна составлять не менее 54,5 миллионов рублей. Вот это и называется «деньги из воздуха». Российский фондовый рынок открылся незначительным повышением индикаторов по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ подрос до отметки 1667 пунктов. Лидеры роста акции МРСК Центра, Полиметалл, ПИК, Солерса, ЛСР, Преф и Башнефти, Ростелеком и Сбербанка. Среди лидеров падения бумаги «Полюс золото», «Мечела», «Абычка Башнефти», «Уралкалия» и «Дикси». Открытие на российском рынке происходит на фоне снижения фьючерсов на черное золото. Торги в среду в Европе и США завершились разнонаправленно. Азиатские рынки показывают преимущественно негативную динамику. Курс доллара на 18 июня 53,89 рубля, курс евро 60,74 рубля, золото стоит 2042 рубля за грамм, серебро стоит 27,69 рубля за грамм, цена нефти марки Brent 63,96 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Военные летчики ждут решения о вступлении в ЭХЛ до пятницы. Мария Бондаренко чемпионка России. Толятинская теннисистка Мария Бондаренко выиграла первенство России. В Ростове-на-Дону собрались девушки до 13 лет. Уже с первого матча Бондаренко доминировала на корте. Соперницы сдавались по очереди. Анастасия Яковлева из Чебоксары, Елена Карагазиди из Сочи, москвичка Мария Толмачева. Это на групповом этапе. До финала Тольяттинка победила столичных теннисисток Полину Кудерметову и Арину Бабкову. Поединок за чемпионский титул России тоже остался за Бондаренко. Владислава Петровская из Подмосковья уступила со счетом 6-2, 6-1, 6-2. В паре с самарчанкой Влада Ильянской-Богомоловой Мария завоевала еще и серебряную медаль. Вопрос о выступлении ЦСК ВВС в высшей хоккейной лиге отложен до пятницы 19 июня. Высшая хоккейная лига обещала урегулировать все проблемы с клубом и домашней ареной до середины месяца. По заявлению лиги, от авиаторов на данный момент получены не все необходимые документы. Эту информацию подтвердил и президент военных летчиков Михаил Нечапуренко. «Надеюсь, на этой неделе все определится. Ведь на следующей неделе уже должен появиться календарь игр чемпионата ВХЛ и, соответственно, состав участников будет окончательно сформирован», прокомментировал ситуацию Нечапуренко. Кто будет выступать за ЦСК ВВС в предстоящем сезоне, станет известно только после того, когда будет понятно, в чемпионате какой из лиг появится команда – российской или высшей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok